А мы тут уже себе пофантазировали, нафантазировали, а оказывается они просто играют в твистер. Молодцы. Хэй-хэй-хэй, подпишитесь на мой канал, и будет вам дружба-магия. Итак, всем привет, моя зелёная банда, с вами Флаттергрин, и мы сегодня будем делать реакцию на спросить принцессу дружбы. Уже десятый, блин, эпизод, и не путайтесь с тем эпизодом, который совсем недавно вышел, потому что недавно вышел двенадцатый эпизод. Просто хауслайт подписали, а это как десятый. Не знаю почему, но так уж вышло. Шо ж, давайте-ка смотрим. Романтический комический комикс. Спросить принцессу дружбы с привилегиями. Ммм. Если бы у тебя был термометр побольше. Нет. Но температуру лучше измерять ректально. Я сказала, нет. Ну хоть костюмчик не выбрасывай. Ха-ха-ха. Чтобы не пришлось гуглить для тех, кто реально не в курсе как-то ректально, это как бы в задний проход. Ну, Твайлайт, Твайлайт, с привилегиями, шо еще можно сказать. Итак, принцесса, как именно вы заболели? Детка, тебе тоже было хорошо? Окей. День сердец и копыт. Вечеринка, часть первая. Я так взволнована, я не могу дождаться, когда появится мой особенный гость. Ха-ха. Селестия или кто? Наверное, меня продинамили. Сейчас, сейчас. Неужели ты действительно думала, что я прибуду раньше, чем зайдет луна? А, принцесса Луна, ты пришла? Более того, я надеюсь, что это не последний раз, когда ты говоришь это сегодня вечером. День сердец. Ха-ха-ха. Нормально. Ну, логично нельзя было подумать, что она только ночью придет, потому что, ну, как бы, луна, во время луны, приходит. Окей. Сердец и копыт, часть вторая. Ага. Я едва закончила десерт, Твайлэд Спаркл. Успокойся, иначе ты не доживешь до ночи. Я в порядке. День сердец и копыт. Конечно, она в порядке. Конечно, она в порядке. День. Конечно. Так мило, что Твайлэд пригласила Луну на свидание. Я должна буду проверить их и... Луна, мое лицо закрыто твоей интригой. Ты сама напросилась в Твайлэд Спаркл. А теперь постарайся расслабиться. Луна, это не сработает. Должно сработать. Вы серьезно? Ты просто должна растянуться. Да. А, больно? Я считала тебя опытной в таких вещах. А теперь, что спокойно, теперь моя очередь. Утро, мне будет так больно? Конечно, больно. Направо, копыта зеленая. Моя победа неминуема. А мы тут уже себе пофантазировали, нафантазировали. Оказывается, они просто играют в твистер. Молодцы. Замечательно. Это так несправедливо. И сексуально. День сердец и копыт. Часть четвертая. Ну а теперь, что ты скажешь, если мы пойдем, ляжем в твою постель и... Валет Спаркл, неужели ты действительно считаешь меня такой доброй принцессой? Ну, думаю, что нет. Потому что так и нет. Но только если ты поник, выполняющая просьбу. Ооо. А у нее самой аж слюнки потекли. Сердец и копыт, часть пятая. Лучшая часть дня сердца копыт. Тем же утром. Каковы ваши чувства к футам? Ох, я испытываю к ним самые разные чувства. Своими копытами, своими крыльями. Чем же еще? Иногда губами, языком, ртом. Ты когда-нибудь беспокоилась о беременности? Нет, потому что следуй за Твайлет. Это три четверти того, что ты делаешь. Малышки, минеты и попки. Ты серьезно еще? Прошу прощения, ребят, но она как-то слишком, слишком уж прямо об этом заявила. Ну, в общем, все у нее происходит непрямым путем. Как можно понять. А если серьезно, то я принимаю противозачаточный. Рождение ребенка это большой шаг в жизни. И большая работа. И я не думаю, что готова к этому. Тем более, что я принцесса всего несколько лет. Но даже при этом, ты... Зачем ты тогда противозачаточный принимаешь, если ты... Как бы и так... Назвала все способы, которые не связаны с основой. Поэтому я отношусь ответственно к таким вещам. Чтобы быть уверенной, что не попаду во что-то, к чему я не готова. Что можно сказать? На данный момент это самый странный выпуск. Не то, что самый-самый с привилегиями. А то, что именно самый-самый странный. Короче, ладно. Вот такой вот у нас получился выпуск. Спросить принцессу дружбы. Кому понравилось, ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Ставьте пальцы вверх. И присылайте, на что вы хотите реакцию. Через донат. Если хотите поддержать мой канал. Ссылочка будет в описании. А также на телеграм-канал. Где я рассказываю о собственной жизни. О том, как живу. И о своих планах на деятельность. Что ж, всем спасибо. Всем удачи. Всем пока.